АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Почему Полоцкую княжну Рогнеду часто изображают в византийских одеяниях? И отчего так похожи кольчуги средневековых дружинников, будь то славяне или скандинавы? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке артефактов трех клубов исторической реконструкции в Витебске. Здесь представлены копии средневековых женских костюмов и украшений. А вот мужчинам по вкусу придется коллекция ножей XIV-XV веков из Германии и Англии. Есть и доспехи, в основе которых использованы элементы реальные кольчуги и шлема конца X века. По словам Сергея Бабенко, руководителя клуба исторической реконструкции Центра культуры Витебск, процесс воссоздания очень трудоемкий. Он начинается с изучения большого количества литературы и осознания того, что именно хочешь воссоздать. И только потом, изучив литературу и поняв, какие технологии использовались для этого дела, мы пытаемся повторить этот технологический процесс. Идолы в музее. Так назвали в Омске экспозицию Краеведческого музея. Большая часть экспонатов собрана в конце XIX – начала XX веков. Во время различных экспедиций ученых Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. В советское время, в 30-е годы прошлого века, Андрей Федорович Палашенков провел экспозицию на север Омской области, рассказывает Ирина Федотова, старший научный сотрудник Краеведческого музея. Из экспедиции он привез мансийское капище. Манси были против вывоза святыни, но Андрей Федорович понимал, что это капище может быть уничтожено во время борьбы с религией и язычеством в том числе. Палашенков хотел спасти его, а ни в коем случае не осквернить. Таким образом, идолы оказались в музее. Одним из главных экспонатов является древнее капище. Отметим, что словом «капище» древние славяне обозначали пространство древнего храма, расположенное за алтарем и предназначенное для установки капий – статуй изображающих богов. Сейчас капище, показанное на этнографической выставке, один из самых значимых экспонатов музея. Оно состоит из семи деревянных фигур, семи братьев. Продолжим артефактами земель славянских. В римском метро нашли дом военачальника II века. Во время строительства новых станций римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами. Постройка датируется II веком н.э. Дом был найден на глубине 12 метров и включал не менее 14 комнат. Во внутреннем дворике был расположен фонтан. Возможно, дом военачальника мог прилегать к баракам военных, которые нашли ранее. По словам представителя археологической службы Франческо Просперетти, строительство метро превратилось в потрясающее место археологических раскопок. Чтобы продолжить строительство, остатки дома перенесут в другое место. Ранее при строительстве метро археологи уже находили различные постройки и отдельные предметы – амфоры, монеты, посуду. Арфа с киевского времени будет воссоздана в Республике Алтай и сможет зазвучать. Музыкальная студия для экспериментов со звуком будет создана в Республике Алтай, чтобы воссоздать уникальный артефакт древности – скифскую арфу и дать ей возможность зазвучать, сообщили во вторник агентству «Интерфакс Сибирь» в пресс-центре Республиканского комитета по национальной политике и связям с общественностью. Благодаря работе археологов, мастеров-реставраторов, композиторов стало возможным воспроизвести древний музыкальный инструмент – скифскую арфу. Первым этапом стало изучение оригинала инструмента, находящегося в Эрмитаже. «В дальнейшем на базе Культурно-исторического музейного центра-мастерской будет создана музыкальная студия для экспериментальных работ со звуком и обогащения инструмента новыми акустическими свойствами», – сказали в пресс-центре. Проект реставрации арфы V-IV веков до н.э. стал победителем президентских грантов. Автором проекта стала руководитель Культурно-исторического музейного центра Республики Алтай. Светлана Катынова. В настоящее время участники проекта проводят сбор и анализ исторических работ фольклорного материала. Предполагается, что окончательный результат работы будет представлен к июлю 2018 года. Предпринималось множество попыток воссоздать арфу, хранящуюся в Эрмитаже, и дать ей возможность звучания. Однако все попытки были неудачными, в основном по причине несоответствия материалов оригиналу. Теперь специалисты съездили в Санкт-Петербург и изучили все, даже материал струн, подчеркнул собеседник агентства. Скифская арфа является уникальным артефактом древности, представляющим собой ценность культурного наследия народов евразийского пространства. Инструмент был найден в 1947 году при раскопках второго пазырыкского кургана в Горном Алтае и датируется V веком до н.э. Позднее, при раскопках башадарского кургана, в Ангудайском районе был найден другой подобный инструмент, датируемый VI веком до н.э. Древний инструмент выставлен в Эрмитаже. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Старина Сибирская приглашает омичей весну встречать. С 20 по 25 марта в музее-заповеднике пройдет фольклорный праздник «Сороки». Организаторы театрализованного действа обещают всех научить хороводы водить, печь жаворонков и мастерить текстильные игрушки. В завершении праздника – чаепитие. По народному календарю день 22 марта особенный. Считалось, что в этот день зима кончается, весна начинается, а день с ночью меняется. Прилетают из теплых стран жаворонки, которые несут на своих крылышках весну красну. В этот день пекут обрядовое печенье жаворонки и весну закликают. Старина Сибирская приглашает всех на праздник «Сороки». Участники театрализованного действия познакомятся с весенними закличками, сыграют народные игры «Жаворонки», «Сорок палочек» и другие, а также испекут постное печенье по традиционным рецептам. Кроме того, опытная мастерица-кукольница научит взрослых и детей своими руками делать текстильную игрушку «Птичку-невеличку». А какой же праздник без хороводов, уличных игр и молодецких забав, песен под гармонь и чаепития с сибирскими травами? Желающих провести незабываемые выходные на свежем воздухе ждут по адресу поселок Большеречья, улица Советов, дом 47, музей-заповедник «Старина Сибирская». Подробности читайте на сайте мероприятия. В Санкт-Петербурге продолжается запись на семинар «Посадка и пересадка растений». В ходе семинара вы познакомитесь с ассортиментом растений, сроками весенних посадочных и пересадочных работ, технологиями работ в зависимости от вида растений. Лекцию читает Елена Быстрова, ведущий преподаватель, садовод-практик с 25-летним опытом работы. Регулярно публикуется в садовых журналах Северо-Запада. Семинар состоится 11 апреля, начало 18.30. Подробную программу смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 12 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Выборы», выпуск 5. Автор-сказитель – Алексей Орлов. Соавтор – Михаил Ять. 13 марта, вторник. Роли в астрологии. Тема первая. Следование ролям и нарушения ролей. Автор-сказитель – Игорь Селенок. 14 марта. Среда. Уроки мудрости. Бог и я. Автор-сказительница – Марина Макарова. 15 марта, четверг. В гостях у Народного славянского радио Дмитрий Белоусов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 17 марта, вы услышите запись передачи из цикла страницы родной поэзии. Александр Сергеевич Пушкин. Ведущий – Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше! Быть добру! Время – 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 В